Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег. Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов ТВК. Ну что, дорогие слушатели, я очень рада наконец-то начать с вами говорить о такой вообще интересной, актуальной теме, которая касается клиентского пути. Что это такое, как он нам помогает в бизнесе и как правильно использовать этот инструмент, мы будем разбирать на протяжении всего сезона. Итак, хочется сразу сказать, что CGM, то есть Customer Journey Map, это то, что мы будем называть как раз-таки клиентским путем, это самый недооцененный инструмент в маркетинге и при этом один из самых эффективных. Почему так? По моему опыту большинство предпринимателей, экспертов, которые ко мне приходят, сразу приходят с конкретным запросом. Я хочу продвинуться и я хочу зарабатывать. Это самые частые запросы, которые вообще могут быть у бизнеса и у маркетинга. И оно понятно, потому что в нашей голове именно эти две вещи связаны непосредственно с получаемой прибылью. Но на самом деле, если мы говорим о маркетинге, то процессы намного-намного глубже. И если мы хотим действительно зарабатывать в долгосрок, то нам нужно смотреть не только на продвижение и конкретные уже способы продаж, нам нужно учитывать, что мы продаем, тип этого продукта и многое-многое другое. И, конечно, клиентский путь в данном случае один из самых важных инструментов. Когда мы говорим с вами о CJM, по сути, мы с вами отходим от мысли, что наш продукт самый лучший на свете. И в этот момент мы даем клиенту вообще право ненавидеть наш продукт. Это звучит действительно странно, но в современном мире вообще вот этот сам факт, он открывает нам глаза. Почему? Потому что для любого эксперта-предпринимателя его продукт самый лучший. По сути, вы его растите как ребенка. Вам кажется, что это лучшее, что может быть. Вы постоянно дорабатываете какие-то фичи, внедряете какие-то инструменты туда. И, конечно, когда вам прилетает какой-то негативный отзыв, первое, что вам хочется, это не согласиться с этим и сказать, что не-не-не, подожди, это не так, это было просто какое-то исключение, и вообще получилось случайно. Но на деле, если вы получаете негативные отзывы, это еще хорошо, потому что хотя бы у вас тогда есть возможность поработать над тем, что не понравилось клиенту. А задумывались ли вы когда-то о том, сколько клиентов вы теряете, потому что им что-то не нравится, и они просто не доходят даже до покупки этого продукта и, соответственно, до его оценки. То есть большая часть клиентов отваливается еще на моменте выбора вашего продукта или в дальнейшем на моменте, когда они общаются, например, с вашим отделом продаж, заходят на ваш сайт, на ваши социальные сети и думают, выбрать им ваш продукт или выбрать им продукт конкурентов. Соответственно, CGM – это вообще очень крутой инструмент, который позволяет нам оценить опыт клиента, насколько у него крутой опыт сложился в моменте взаимодействия с нашим продуктом и в моменте выбора. Что хочется сказать, что путь клиента, он начинается задолго до того, как клиент выбирает конкретно вас. Это тоже очень распространенная ошибка. То есть предприниматели, эксперты часто считают, что мы должны оценивать как раз таки, да, вот этот экспириенс, опыт клиента в тот момент, когда он уже совершил какую-то первую точку касания. Давайте предположим, конкретно вы, допустим, занимаетесь цветами, не знаю, магазин флористики у вас, это вообще на самом деле не важно, подставьте сейчас каждый свой пример. И теперь клиент нашел вас в социальных сетях. Он, соответственно, сделал выбор, ему понравился какой-то букет, и он хочет написать, узнать либо его стоимость, либо сроки доставки, либо еще что-то подобное. И, соответственно, многие предприниматели начинают оценивать именно вот эту точку взаимодействия. То есть вот клиент написал, а ответили ли ему, а как ответили, а как быстро ответили, а понравился ли ему букет, а вовремя ли его доставили. И все. А теперь давайте предположим, как же все-таки выглядит вот этот путь выбора со стороны клиента, и поставим себя на место клиента. Потому что каждый из вас, будучи предпринимателем, экспертом, точно так же выбирает любые продукты и услуги, которые есть на рынке. И всегда я люблю приводить такой пример. Представьте, что у вас заболела спина. Сколько вариантов выбора у вас есть? Вы можете пойти к мануальчику, вы можете пойти к остеопракту, вы можете пойти к врачу, вы можете в конце концов просто выпить какую-то таблетку, чтобы у вас перестала болеть спина. То есть в моменте у вас есть огромное количество выборов, и вы не решаете сразу, что вы пойдете, например, к мануальному терапевту. Нет, это так не случается. Сначала вы вообще должны осознать, что спина болит настолько, что вы хотите решить эту проблему. Переводя на язык бизнеса, что это означает? Что у клиента всегда есть какая-то проблема, и есть проблема, которую он может терпеть, а есть проблема, которую терпеть уже нельзя. Так вот, клиент начинает решать ровно ту проблему, которую терпеть он больше не может. И работать нужно с теми клиентами, которые, соответственно, уже понимают, что они хотят как-то решить вот эту вот возникшую у них ситуацию. Потому что многие, опять-таки, предприниматели не задумываются об этом, и им кажется, что, ну вот, человек пришел, он как-то уже пришел. На самом деле это не так. То есть у нас есть специальные системы прогрева, которые мы можем использовать для того, чтобы клиент, который еще не осознал что-нибудь, прям какая-то проблема, дошел до этой мысли. Или мы можем, допустим, используя разные каналы рекламы, влиять на разную теплоту клиентов. Например, если вы используете контекстную рекламу, то есть, да, которая у нас размещена в поисковиках, например, в Яндекс, в Гугл, то тогда вы будете работать непосредственно с горячими клиентами. Почему? Потому что клиент сам заходит в Яндекс, в Гугл и пишет, например, магазин цветов и город, например, магазин цветов Москва. Соответственно, этот клиент, у него уже возникла проблема, он понял, что он хочет ее решить, и он уже ищет способы решения этой проблемы. И тогда, соответственно, это будет один путь клиента, который вы будете оценивать. Но есть и другие ситуации, когда, например, вы продвигаетесь через социальные сети, вы продвигаетесь через блогеров, через конкурсы, через любые другие инструменты. И тогда здесь вы изначально целитесь в людей, у которых на текущий момент может не быть проблемы. То есть в данный момент им не нужно никому подарить цветы. Но вы понимаете, что вам выгодно, чтобы этот человек подписался на ваши социальные сети, вы будете давать какую-то систему прогрева, и, соответственно, дальше человек уже прогреется, и когда ему будут нужны цветы, то, соответственно, первое, что он вспомнит, это он вспомнит вас. Причем побояться за то, чтобы он вспомнил вас, это тоже очень такая важная часть, да, то есть чтобы вы были top of mind, это чтобы вас воспоминали первым, когда у человека возникает вот эта самая потребность. Так вот, в зависимости от того, какой инструмент вы используете и какая теплота клиентов, путь клиента, он тоже будет разным. Он будет короче или длиннее. Но что мы с вами поняли, так это то, что путь клиента начинается задолго до того, как вы уже как предприниматель увидели вот эту первую точку касания, до того, как этот человек написал вам, позвонил вам, зашел на ваш сайт и так далее. То есть у него до этого случился большой процесс выбора. Сначала он выбирал инструмент, который он вообще использует для того, чтобы решить свою проблему. Как я уже привела пример, будет ли это мануальный терапевт, будет ли это таблетка, врач или будет это остеопракт. И затем только он будет выбирать уже среди, например, мануальных терапевтов, если он все-таки выбрал этот способ для того, чтобы решить свою проблему. И теперь представьте, что зная это, какое количество конкурентов вы будете рассматривать. То есть вы будете рассматривать уже не только конкурентов, да, там, мануальных терапевтов вы будете рассматривать, и других конкурентов косвенных, да, то есть опять-таки повторюсь, вот этих остеопрактов, докторов, чтобы хотел человек прийти именно к вам и при помощи вас решить вот эту проблему, при помощи этого инструмента в дальнейшем именно при помощи вас. Так вот, зачем нам нужно все-таки оценивать клиентский путь до этого? То есть до того, как возникнет вот это вот первое касание. Для того, чтобы мы могли влиять на вот этот путь, мы понимали, где нам взять больше людей, мы понимали, как конкретно этих людей нам прогреть. То есть все, что я проговорила, это как раз-таки тоже мы можем отследить при помощи пути клиента. А в дальнейшем, когда уже у человека возникает первая точка касания с конкретным бизнесом, здесь вообще начинаются просто вау-результаты, потому что мы можем точно понять, на каком этапе человек отсеивается. Например, вы видите конкретное количество продаж, которые у вас есть в месяц, допустим, 100 продаж в месяц. А теперь представьте, что работая только над тем, что я хочу, чтобы ко мне там пришло, допустим, больше заявок, больше клиентов, вы влияете только на один из показателей. Что, если к вам приходит на самом деле достаточное количество заявок, но ваш отдел продаж плохо их обрабатывает? Как вы можете оценить это? С одной стороны, у вас есть действительно понятный инструмент для этого – воронка продаж. Вы можете посчитать, какое количество запросов, например, у вас было в личные сообщения в социальных сетях, какое количество этих запросов были качественным, да, то есть сколько людей вступили в дальнейшем в диалог, какое количество людей ниже, да, по воронке, какое количество этих людей в итоге купили. То есть вот у вас складываются конкретные цифры, и вы можете понять, где отсеивается большое количество людей. Но со стороны человека, его пользовательского опыта, это складывается не так. И он думает не цифрами, он думает тем, получил ли я сейчас классное впечатление, получил ли я вау-эффект, или мне что-то не понравилось, и я ушел. То есть цифры вам будут показывать лишь на каком этапе ушел человек, а клиентский путь будет показывать, почему он ушел, и как мы можем это исправить. Когда мы говорим о пути клиента, мы ни в коем случае не можем сразу нарисовать следующий путь клиента, то есть этот инструмент, он не позволяет нам в моменте прописать то, каким он будет идеальным. Путь клиента – это прежде всего оценка предыдущего опыта. То есть у вас уже сейчас есть какая-то база клиентов. А теперь представьте, что вы возьмете и оцените тех, кто у вас уже что-то купил, и тех, кто у вас еще ничего не покупал по какой-то причине. То есть на каком-то этапе он у вас действительно слился. Так вот, когда вы оцените все вот это, вы можете найти единые точки. То есть на каком этапе люди отсеиваются, и почему, какая у них была причина, и главное, какая у них была эмоция. Потому что путь клиента, опять-таки, это про опыт. Соответственно, здесь большее значение имеет конкретно их впечатление на этапе вот этого пути. Так вот, оценивая непосредственно вот это, вы, соответственно, сможете подобрать инструменты в дальнейшем, которые позволят решить это. Но когда мы делаем путь клиента, мы никогда не можем сказать о том, что мы сейчас составим новый путь клиента. Нет. Вы сейчас можете только оценить предыдущий путь. Как же нам оценить предыдущий путь клиента, и с чего начать? Потому что инструмент этот действительно недооценен, и многие не понимают, как с этим работать. Конечно, мы оцениваем только через глубокое исследование своей же аудитории, своих же покупателей. По-хорошему, мы должны прям пройти весь путь клиента так, как это делают они. И оценить, на каком этапе нам было достаточно внимания, достаточно скорости, были ли это быстрые ответы, или наоборот. На каком этапе у нас возникли какие-то негативные эмоции. Более того, если, допустим, вы чувствуете, что на каком-то этапе вам что-то не понравилось, но когда вы делаете КАЗДФ, то есть исследование вот этой самой глубокой аудитории, вы сталкиваетесь с тем, что часть людей вам говорит, что да нет, мне на этом этапе было нормально, а часть говорит, что ну вообще-то нет, нам тоже что-то не понравилось, то доверять вы должны негативным отзывам, а не позитивным. В этом тоже есть такой крючок, да, в этом пути клиента, потому что всегда будут клиенты, которым самый худший сервис будет окей. Но мы целимся не в них, а мы целимся в массы. И массы как раз-таки это, да, им однозначно может что-то не понравиться, поэтому выделение на каждой вот этой точке касания чего-то негативного гораздо более выгодно для нас с точки зрения долгосрока, нежели фокус только на позитивных вещах. У нас есть пять этапов составления пути клиента. Изначально мы вообще погружаемся в контекст опыта пользователей, и начинаем мы непосредственно с исследования аудитории. Исследование аудитории у нас происходит очень простым путем. Все, что нам нужно, это сделать выборку аудитории, которая у нас, собственно, уже купила или не купила. Далее нам нужно просегментировать этих людей по потребности. Что означает по потребности? Это означает, какой запрос у них изначальный был. В этом случае есть классная книга, которая позволяет как раз-таки очень круто понять, как работают потребности людей. Мне ее хочется посоветовать абсолютно всем экспертам и всем предпринимателям. И называется она «Когда кофе и капуста конкуренты». Название достаточно странное, но я вам сейчас объясню, почему эта книга стала вообще ноу-хау в мире маркетинга. Потому что многие предприниматели, многие эксперты и многие маркетологи привыкли работать при оценке аудитории старыми методами. То есть привыкли оценивать аудиторию по очень простым показателям. Есть у нас пол, возраст, доход, семейное положение, образование. И половина этих показателей на самом деле нафиг не нужны. По моему опыту, люди зачастую заказывают исследование аудитории или проводят его самостоятельно своими силами или силами нанятого маркетолога. И в итоге у них этот анализ аудитории просто лежит, и они к нему никогда больше не прикасаются. Почему? Потому что он неэффективен, и он ничего не дает. Так вот, как раз-таки подход, который пришел на смену вот этому старому подходу, называется «Jobs to be done». И этот подход отлично описан в этой книге. Что это означает? Что у человека есть конкретная потребность, которую он хочет закрыть при помощи этого продукта. При этом конкретный продукт, он может закрывать разные потребности у одного и того же человека. Давайте приведем пример. Вы сидите в социальных сетях, но в одном случае, когда вы вечером уставший после работы, хотите просто полистать ленту, в этом случае для вас социальная сеть – это просто развлечение. И тогда социальная сеть должна вам предлагать все возможности для того, чтобы вы могли развлечься. Например, короткие ролики, большое количество блогеров, чтобы она была не пустая, эта площадка. Большое количество каких-то интересных единиц контента и так далее. Но, например, если вы фрилансер, вы встаете утром, и вы уже не развлекаетесь в социальной сети, для вас это возможность для поиска клиентов. И тогда социальная сеть должна предлагать вам абсолютно другие возможности. Например, там должны быть сообщества, В этих сообществах вы должны постить какие-то свои рекламные посты или какие-то экспертные посты, то есть для этого должны быть все возможности, да, публикации и текста, и фотографий, и каких-то материалов. По-хорошему должны быть встроены чат-боты, должна быть официальная реклама в этой социальной сети, потому что именно это будет в итоге закрывать вашу потребность. Вот что означает подход Jobs to be Done. Один и тот же продукт закрывает разные потребности у одних и тех же людей. Мы отправились обедать к Яру. Долго обдумывая, заказали уху на шампанском, бутылку Рейнвина и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда ужасно дорогого, совершенно голодные. Так описывал свой поход в известный московский ресторан Александр Герцен. Дорого и остались голодные – изящный способ сказать, что кухня и сервис не впечатлили. Подобные негативные отзывы, особенно от известных людей, могут сильно повредить репутации, если их не заметить, правильно не обработать и не исправить проблему. Давно известно, что ключевым фактором успеха является репутация, и сервис ТВЭКО может в этом помочь. Каждую минуту ТВЭКО мониторит отзывы на самых популярных интернет-ресурсах – картах, отзывиках и профильных площадках. Затем собирают все данные в единый личный кабинет, где вы можете отвечать на отзывы, анализировать статистику и аналитику. Уведомления о новых отзывах поступают в Телеграм-канал, туда же высылаются ежемесячные отчеты. Кроме того, у ТВЭКО есть книга отзывов и предложений, которая находится в каждом уголке потребителя, только в электронном формате. С ее помощью вы сможете собрать обратную связь клиентов через QR-код. Электронная книга работает просто и эффективно. Негативные отзывы отправляются в службу поддержки для оперативного решения, а положительные отзывы могут быть опубликованы в открытых источниках. Электронная книга отзывов от ТВЭКО позволяет сократить количество публичных негативных отзывов в 5 раз, а положительные увеличить в 3 раза. Такой подход делает компанию более привлекательной в интернете. Пользователи чаще ее выбирают, а это положительно сказывается на ее финансовых показателях. Сегодня ТВЭКО пользуются 3000 компаний в 13 странах мира и более 30 сфер, среди которых рестораны, гостиницы, клиники, магазины и автосервисы. Не откладывайте развитие своего бизнеса на потом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатный аудит. А по промокоду RedBarn вы получите скидку в 15%. Еще я люблю приводить такой пример. Например, очень часто предприниматели говорят о том, что я хочу аудиторию с деньгами. Или, как часто выезжают, хочу платежеспособную аудиторию. Но это не что иное, как самый большой миф. Потому что вся аудитория платежеспособная. Вопрос лишь в том, нужен ли им этот продукт. И тут хорошо будет, допустим, привести в пример iPhone. iPhone покупают все. Просто кто-то берет в кредит, а кто-то берет за наличные. Но при этом, если мы с вами будем говорить об одинаковом количестве дохода. Например, возьмем миллионера, который живет в Москва-Сити. Это какой-то, допустим, молодой парень-блогер. И возьмем миллионера-фермера, который выращивает кукурузу на своих полях. У них будет абсолютно разная потребность при одинаковом количестве денег. И, соответственно, один купит, потому что эта потребность у него есть. А другой не купит, потому что этой потребности нет. Но зато iPhone точно так же может купить человек, который зарабатывает 20-30 тысяч рублей в месяц. Соответственно, мы получаем какую картинку? Что оценивая потребность, нам это дает гораздо больше результата, нежели чем если мы пошли бы простым методом и оценивали пол, возраст, доход, семейное положение и образование. Так вот, деление людей на потребности, да, то есть деление на сегменты, которые мы описываем как раз-таки по потребности, это первый этап для оценки клиентского пути. Потому что когда мы оценили вот этих людей, которые к нам приходили и, допустим, покупали цветы, кто-то покупал у нас цветы в подарок, кто-то покупал цветы как подписка, да, по подписке, чтобы они просто стояли дома, а кто-то вообще заходил и забегал просто за открыткой, потому что нужно было, не знаю, положить эту открытку дополнительно к тотику, которую он купил. Соответственно, потребности разные, и мы должны перед тем, как оценить клиентский путь, мы должны обязательно распределить свою аудиторию на вот эти сегменты. Далее мы ищем на каждый сегмент примерно по 5 человек, а лучше 10, 10 и больше. И, соответственно, начинаем с ними беседовать. Что нам важно в процессе этой беседы? Конечно, жаль, но в формате подкаста невозможно вам передать полностью систему проведения, да, такого интервью. Но в целом хочется вам передать какие-то основы, на которые действительно важно обратить внимание. Если первое – это было деление по потребностям, то второе – это круговые вопросы. То есть во время вот этого касс-дева глубокого исследования аудитории мы обязательно должны по несколько раз пройтись по одним и тем же вопросам и докопаться до глубины. Почему именно так? Потому что мы все живем в своей реальности, и мы все себя обманываем. Когда мы приходим на вот такое исследование, как люди, да, как обычные клиенты, конечно же, мы не скажем сразу правду, и мы не скажем нашу потребность реальную, мы не скажем и не выскажем наши глубинные желания, мы не скажем, какие на самом деле у нас были боли, и мы даже не вспомним, какой опыт мы испытывали на каких-то вот этих точках касания. Просто потому что мы живем в своей реальности, мы заняты другим, мы все в спешке, мы все работаем, мы не выспались утром или еще что-то. И задача интервьюера в данный момент – это человека из вот этого поверхностного состояния перевести в глубину, чтобы он действительно вспомнил, какая была у него потребность и как вот это взаимодействие с компанией, с этим бизнесом, да, какой эффект был у вот этого взаимодействия, то есть какое было впечатление – вау или не вау. И тогда здесь мы используем как минимум методику PTY, да, то есть пяти почему. На самом деле методика – это достаточно старая, известная, если не ошибаюсь, ее используют, по-моему, даже Toyota, не буду лукавить и говорить, кто конкретно ее изобрел, но методика старая и проверенная, поэтому точно к ней можем приступать. В чем она заключается? В том, что мы человеку задаем один и тот же вопрос несколько раз. Например, когда мы говорим, опять-таки, про тот же самый флористический салон и задаем вопрос. Подскажите, пожалуйста, зачем вы покупали цветы? Человек говорит, ну вот, там, какой-то ответ первый у него возникает в голове. Мы говорим, окей, хорошо, а зачем вы хотели сделать вот это? Соответственно, дальше человек нам продолжает углублять эту мысль. Мы говорим, хорошо, а зачем вы, допустим, хотели продавать свою жену? Он дальше нам что-то говорит. И мы переходим к последнему вопросу «зачем?». Таким образом мы получаем полную картинку, что человек не просто хотел купить цветы в подарок, а человек хотел купить цветы в подарок жене, потому что все его друзья дарят, а он не дарит, и его жена говорит ему «так, почему ты мне не даришь цветы?». И вот мы получили как раз-таки полную картинку, что человек это сделал из ощущения того, что, блин, ну как бы надо бы, потому что уже неудобно. И вот это ощущение стыдливости он испытывал, когда заходил к нам на страницу и, соответственно, выбирал какой-то товар. И это нам дает, опять-таки, уже больше понимания, потому что в дальнейшем, когда мы будем спрашивать про его клиентский путь, про эту «а как он выбирал букет?», соотносить это с чувством, из-за которого и с которым он, собственно, приходил, то есть какой потребностью он приходил, каким чувством эта потребность сопровождалась. Итого, круговые вопросы в кастдеве – это важнейший пункт. Ни в коем случае мы не делаем кастдевы просто поверхностные, когда мы говорим о том, а быстро ли вам ответили, а понравился ли вам ответ, «а как легко вы выбрали букет?» – это нам не подходит. Здесь мы используем гораздо более глубокий подход. Если же вы хотите оценить что-то очень поверхностное, но при этом важное, например, скорость ответа или, например, понятен ли ассортимент, то здесь хорошо бы обратиться к не конкретным уже пользователям, которые, соответственно, у вас покупали, а в целом провести такое коридорное исследование, да, оно называется. В чем разница? В том, что когда мы оцениваем опыт, мы оцениваем опыт реальных клиентов, но у нас у всех, абсолютно у всех людей, есть единые паттерны поведения. Мы все с вами по-определённому смотрим сайты, мы все с вами по-определённому потребляем контент, и поэтому есть какие-то унифицированные формы. Например, тексты всегда пишутся таким образом, чтобы заголовок, да, соответственно, рассказывал нам, о чём будет этот текст и привлекал очень сильное внимание, потому что по заголовку понятно, будет ли человек читать текст в дальнейшем, и никак иначе. И то же самое, например, с сайтами. Если мы говорим про удобство сайта, про его юзабилити, про то, легко ли там что-то найти, то тут достаточно будет спросить, вы можете даже у своей мамы узнать, подойти и сказать, мам, вот зайди на вот этот сайт и скажи мне, понятно ли, где там найти ассортимент, цены и так далее. Вообще есть такое негласное правило, что сайт и юзабилити, да, вообще классные, тогда, когда они понятны вашей бабушке. То есть вашей бабушке ясно, что делает на этом сайте, где можно что найти. И это действительно будет хорошей выборкой. Что касается, да, там, социальных сетей, если мы говорим про скорость ответа, про, там, удобство нахождения, там, опять-таки, стоимости, времени доставки и ещё чего-то, то опрашивание просто людей из вашего окружения также будет хорошим инструментом, потому что этих людей больше, и вы можете здесь опираться на паттерны поведения. То есть мы не смотрим на то, что ваши знакомые, друзья говорят что-то по типу, ой, ну мне кажется, здесь нужно добавить вот это. Мы спрашиваем лишь о факте. Мы не спрашиваем о том, а что бы ты туда добавил, или а как по-твоему нужно. Мы спрашиваем только о прошлом. И это третий важный пункт в исследовании аудитории. То есть мы говорим, скажи, пожалуйста, понятно ли тебе, о чём, собственно, эта страница? Легко ли было тебе выбрать букет? Легко ли было для тебя найти стоимость этого букета? Легко ли было тебе сделать заказ? То есть это всё вопросы о прошлом. Ни в коем случае не о будущем. Мы не спрашиваем их идеи, потому что они могут не являться целевой аудиторией. Мы спрашиваем лишь о функционале и об удобстве. И этого нам будет достаточно. Затем в дальнейшем, когда мы как раз-таки погрузились в контекст опыта пользователей, мы, соответственно, определили вот эти этапы, которые человек проходит от момента, когда у него возникла вот эта проблема, когда он понял, что, блин, я не могу с этой проблемой, я хочу решить её. И, соответственно, дальше пошёл каким-то образом решать эту проблему. И затем у него был выбор из конкурентов, кого же он, собственно, предпочтёт. И потом уже прямой контакт с кем-то, кого он выбрал. Всё вот это мы оцениваем и, собственно, заполняем нашу карту опыта, фокусируясь на конкретных эмоциях и чувствах, впечатлениях, которые были у этого человека. Насколько ему было интересно, классно, насколько он был удовлетворён или раздражён. Оценка обычно происходит по пятибалльной шкале, где три – это нейтраль, то есть нейтральное чувство. Один, два, соответственно, наиболее… Один наиболее негативное, два негативное, и, соответственно, пять наиболее положительное. Тут всё понятно. И мы, по сути, делаем вот такую диаграмму, на каком этапе у человека какая была эмоция. Но многие предприниматели думают, что если путь клиента остался в состоянии нейтрали, то есть большинство было нейтральных вот этих реакций, то это неплохо. На самом деле это очень плохо. Потому что, опять-таки, что нам говорит маркетинг, и что нам говорит вообще в целом мир? Что человек выходит и рекомендует продукты, возвращается к продукту только в тот момент, когда действительно у него осталось хорошее впечатление. Мы живем в мире большой конкуренции. И если человека не удовлетворил предыдущие его выборы, и он пойдет к вашему конкуренту. Соответственно, наш путь клиента должен всегда завершаться вау-реакцией. Обязательно должны реакции быть максимально на 4 и на 5. Более того, если у нас были реакции негативные на 1 и 2, то, соответственно, следующим этапом эти реакции должны выравниваться. Иначе человек просто уйдет. Давайте на конкретном примере. Опять-таки, вы хотите что-то выбрать, допустим, те же самые цветы, и делайте выборы в социальных сетях. Вам нужно заказать букет быстро, потому что вы сейчас едете на день рождения. Это как раз-таки контекст, о котором мы с вами говорили. То есть какая конкретная ситуация. Вы не просто выбираете цветы. Вы их выбираете с определенной вот этой эмоцией. У вас определенная потребность. Вы хотите выбрать их очень быстро, потому что вы опаздываете на день рождения. И вам важна доставка, потому что вы не успеете заехать и забрать эти цветы. Соответственно, вы находите какой-то там первый флористический салон, который вам нравится. Вроде смотрите неплохие какие-то букеты. Вам нужно, чтобы быстро собрали и быстро привезли. Конечно, вы пишете в личные сообщения. Ну, так делают большинство пользователей. Возможно, консервативные люди позвонят, или, возможно, у вас есть, опять-таки, привычка звонить. Это окей, но статистически большинство людей напишут в личные сообщения. Соответственно, в этот момент все, что вам важно, это скорость ответа. А теперь представьте, вы все-таки написали, ответ не приходит в течение пяти минут. Далее он не приходит в течение десяти минут. Что у вас случается с точки зрения эмоций? У вас нарастает тревога. Вам не хочется идти сейчас искать какой-то другой флористический салон, опять выбирать этот букет и так далее. Вы просто хотите быстро получить ответ. Смогут вам собрать и доставить или нет? А по-хорошему, это уже, чтобы вы до этого увидели, что у них есть доставка и, соответственно, скорость. Тогда это будет вообще идеально. Так вот, здесь вы не получаете ответ 10 минут. Эмоции у вас уходят вниз. Если вы не получаете в течение 15 минут, эмоции уходят еще больше вниз. На этом моменте вы начинаете искать конкурентов, потому что, повторюсь, вы спешите. И, соответственно, вы пишете уже какому-то другому флористическому салону. А теперь представьте, что вам, наконец-то, отвечает первый. И пишут они вам что-то не очень довольное. Например, без смайликов из разряда. Доставка у нас есть. Что-то такое. Ваши эмоции уходят максимально вниз, и больше вы просто не продолжаете диалог с этим салоном, потому что вы уже написали другому, и, соответственно, они вам ответили, возможно, быстро, возможно, гораздо более вежливее, и вы заказали у них. Что будет видеть предприниматель, который владелец первого салона? Что просто был какой-то запрос, и, соответственно, этот запрос был некачественный. Многие посчитают, что это вот та самая ситуация. Хотя на самом деле ситуация абсолютно обратная. Вы были готовы купить, но вы не смогли это сделать, потому что вам ответили не вовремя, ваша эмоция ушла вниз, и затем негативная эмоция, она подкрепилась тем, что вам еще ответили не так, как вы ожидали. Вот этот вот пункт, как вы ожидали, тоже очень важен, потому что в современном мире мы все как люди, да, мы очень избалованы сервисом, и мы ожидаем определенных вещей. Что здесь можно было сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Это если бы вам ответ поступил бы очень положительный. Например, к вам бы обратились по имени, например, сказали бы, там, Ольга, добрый день, нам очень жаль, что мы там долго вам отвечали. Сейчас, конечно, быстро мы можем собрать в течение получаса ваш букет, подскажите, пожалуйста, какой вам нужен, и в течение такого-то времени мы вам доставим. Ваша реакция выравнилась бы. Как минимум, она бы ушла на нейтраль, но если затем с вами продолжили бы общаться вежливо, и действительно собрали бы букет в течение вот этого времени, который они указали, ваша эмоция ушла бы вверх. Вы были бы очень сильно довольны. И тогда вот этот эффект от негативной эмоции, того, что вам не отвечали 15 минут, он просто сгладился. Вы бы забыли об этом, потому что ваша потребность, она была бы решена в лучшем виде. То есть вам бы это сделали быстро, для вас удобно, доставили бы и еще вежливо отвечали. Здесь сложилось бы все, и, соответственно, для вас бы это сработало. Так вот, возвращаясь к пути клиента. Обязательно, когда мы говорим про путь клиента, вы должны выводить эту реакцию вверх. Ни в коем случае не оставлять на нейтрале, и уж тем более не оставлять на негативе. Потому что в итоге это приводит к чему? К тому, что клиент, вы его не можете удержать, и, соответственно, он не делает повторной транзакции. Большинство бизнесов завязано на удержании клиентов. Приведу вам пример крупных бизнесов. Например, даже если взять Додо Пиццу, при том, что у них очень сильный просчет, сколько конкретно денег они получают на 1 рубль, вложенный в рекламу. Насколько я помню, они на 1 рубль вложенный в рекламу получают 11,9 рублей прибыли или выручки. Здесь могу соврать, но давайте мы не будем просто отправлять это Додо Пиццы, и, соответственно, они не узнают, если я где-то слугавила, а вы информацию, если что, сможете найти в интернете. Так вот, в чем здесь смысл? В том, что при всем при этом сами Додо Пицца говорят о том, что основной фокус они делают на ценности клиента и на удержании клиента. Потому что это такой бизнес, который, опять-таки, может о чем говорить? Что вначале стоимость привлечения клиента, она может быть выше, чем средний чек клиента. То есть представьте, что вы потратили деньги на привлечение нового пользователя, но сразу вы с него не заработали, потому что он заказал на меньшую сумму, чем, соответственно, вы за него заплатили. И здесь тогда вы будете зарабатывать на повторных транзакциях, на том, что человек будет выбирать вас, и заказывать, заказывать, заказывать. И здесь тогда вы должны быть уверены в том, что человек, он будет удовлетворен на протяжении всего клиентского пути тем сервисом, тем продуктом, который вы, соответственно, вы даете. Почему retention, то есть вот это удержание, очень важно в современном мире? Вообще, в целом, мы можем разделить на два способа взаимодействия с людьми. У нас есть acquisition, то есть привлечение, и retention, это удержание. Так вот, на acquisition мы не можем с вами сделать сейчас большой упор. Почему? Потому что стоимость привлечения, она растет с каждым годом. Банерная слипота растет. То есть люди видят все меньше рекламы, при том, что им все больше рекламы показывается. Это нормальный процесс, то есть то, как мы реагируем, да, на вот это количество рекламы, которое сыпется просто со всех сторон на нас. Мы как будто под ловиной этой рекламы. И, соответственно, мы перестаем обращать на нее внимание. Более того, как я уже сказала, мы сейчас все очень искушенные. Мы ожидаем определенного, мы хотим видеть определенный сервис, мы хотим предъявлять определенные требования к продукту. Не зря сейчас с точки зрения предпринимательства говорят о потребительском терроризме, да, потому что действительно мы требуем много, ну, и то есть мы в целом люди, да, я имею в виду, как пользователи, как клиенты. И, соответственно, делать упорный acquisition не всегда хорошая стратегия. Да, какие-то бизнесы могут себе позволить и работать таким образом. Например, недвижимость. Ну, потому что среднестатистический пользователь покупает, ну, квартиру за всю свою жизнь. И тогда, соответственно, мы можем потратить много денег на привлечение этого клиента, потому что там и средний чек будет очень большим. То есть в итоге, да, сколько человек заплатит нам. Но если мы говорим об обычном бизнесе, там действительно важно вот это удержание, чтобы клиент делал повторные транзакции. Не может быть повторных транзакций в ситуации, когда человек остался неудовлетворен тем клиентским путем, который он прошел. То есть он отсечется либо на середине пути, либо в итоге он пройдет весь и потом скажет, ну, нет, спасибо, попробуй еще другой вариант. Поэтому retention возможен только там, где у человека осталась вау-реакция. Вау-реакция, она абсолютно, на самом деле, контролируема, если вы используете такой инструмент, как CJM. То есть customer journey map, путь клиента, который мы с вами и говорим, собственно, весь этот выпуск. Если же вы не используете, тогда вы, по сути, работаете вслепую. Вам кажется, что, ой, давайте мы здесь внедрим приветственные сообщения или давайте мы сделаем акцию для постоянных клиентов. Но при этом, когда вы берете инструменты просто из головы и хотите их внедрить, это гораздо менее рабочая история, чем если оценить путь целиком и на конкретных этапах поддержать негативный опыт пользователя. Приведу пример. Все знают компанию Starbox. Так вот, абсолютно все компании разрабатывают customer journey map. То есть это классика. Так вот, по CGM Starbox у них есть такой важный пункт, что человек, когда он получает кофе на баре, когда ему выдают, первое, что он делает, это глоток. То есть он пробует этот кофе. Вы можете сказать о том, что, ой, нет, я так не делаю. Откровенно говоря, я тоже так не делаю. Но это не важно, потому что мы, опять-таки, говорим о массовой аудитории. Большинство людей делает так. Так вот, человек пробует, и если этот кофе оказывается горячим, человек обжигается. Представьте, насколько сильно вниз у него уходит эмоция. Более того, эта эмоция, которая уходит вниз, она потом подтверждается все время, что человек продолжает пить этот кофе. Потому что все время, что он пьет, он чувствует, что у него обожженный язык, и, соответственно, он остается недовольным. Поэтому кофе не делается слишком горячим, чтобы человек мог попробовать и, соответственно, пойти дальше. По их CGM дальше человек берет этот кофе и идет, соответственно, выбирает себе столик, и там уже сидит, работает, пьет кофе или наслаждается, если это вечер. То есть CGM тоже разбивается в зависимости от потребности. Кто-то приходит поработать, а кто-то приходит провести время. Но вот этот факт, он остается. А теперь представьте, что если бы Starbucks, они бы просто решили вкидывать какие-то непроработанные вот такие вот идеи. То есть они бы сказали, ой, давайте мы изменим наше приветствие. Или ой, давайте мы сделаем акцию для постоянных пользователей. Но проблема не в акции, не в приветствии. Проблема в том, что у них люди обжигались бы этим кофе, когда они делали бы первый глоток. Поэтому для того, чтобы внедрять какие-то вещи, которые вы считаете, что очень классно сработают на удержание клиента, на лояльность, что это классно будет для отзывов, подумайте перед этим, какой все-таки у вас путь клиента и где нужно подхватить вот эту негативную эмоцию, которая возникла у человека. На этом мы заканчиваем этот выпуск, и я буду ждать вас в следующих. Мы обязательно поговорим подробнее о пути клиента, о том, как его составлять и на что обратить внимание. Это был подкаст «Таков клиентский путь». Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok